Ей жаловаться имеют право и сильные мира сего, в том числе и силовики. Сергей Черко, начальник отдела МВД по городу Первоуральску, сетует. Региональная пресса обвиняет его в занятии нелегальным бизнесом и разного рода махинациях. Нормально? На меня и на прокурора. И вот тут уже третья статья по московскому комсомольцу. Среди прочих тем самые острые вопросы, в том числе и проблема обманутых дольщиков, которая в Первоуральске, кстати, не решена до сих пор. Все-таки АБ, мне кажется, до конца не задействован. Я вообще не знаю, чем он занят. Если говорить о моих проблемах, я бы и преднамеренное банкротство на ТБО посмотрела, я бы посмотрела. Мы смотрели, но здесь же, видите, как. Здесь не в моем вопросе. Здесь вопросы в Следственном комитете. По факту банкротства завода ТБО, Следственный комитет дело не возбуждал, не нашел состава преступления. Татьяна Мерзлякова заявила, если нужно, она будет разбираться и со Следственным комитетом. Я видела его в разные времена. И вдруг живое работающее предприятие так уничтожить, мусор меньше не стану. Опять же, что уничтожило? Уничтожила администрация. Из кабинета начальника в изолятор временного содержания. Нужно проверить, соблюдаются ли приемлемые условия для пребывания задержанных. Вы знаете, что Первоуральский изолятор я очень, так скажем, люблю по той причине, что я видела, что здесь было и что здесь стало нашими общими усилиями. Когда-то это был самый страшный изолятор в области. Самым страшным он был много лет назад. Теперь же, по словам правозащитницы, условия неплохие. Татьяну Мерзлякову нынче волнует самый больной вопрос – о зарплате фельдшеров при изоляторе. Не согласовало правительство России сказать, что надо врачей иметь. Но я вообще сама не считаю, что здесь мы можем задействовать высококвалифицированного врача. Это было бы, наверное, неправильно. Врачей не хватает нам на гражданки. В отделении психиатрической больницы тоже вопросов немало. В кабинете главврача обсуждают лечение и диагностику наркозависимости. Проблема сегодня заключается в том, что, к сожалению, появляется много синтетических наркотиков. И то, что касается тех синтетических наркотиков, в этом отношении, конечно, лабораторная база запаздывает. В Первоуральске должна появиться современная токсико-химическая лаборатория. Она нужна, чтобы проводить диагностику на месте, не обращаясь в Екатеринбург. Хотя там, по словам Татьяны Мерзляковой, бывают и осечки. Так нескольких студентов признали наркозависимыми и едва не выгнали из вузов. А меня волнует, как бы чего лишнего не сделали. Вот этот вопрос, когда мы наоборот ставим статус, даём, А человек действительно никак не злоупотреблял, не употреблял. Что касается работы учреждения в целом, то ей у Татьяны Мерзляковой осталось довольна. Правозащитница отметила, что Первоуральские специалисты – лучшие в области профилактики суицидов.